Хорошо. Мы начинаем нашу серию, продолжаем нашу серию. Урота Чува, Вартуха, 15 глава и у нас 7 абзац. Давайте начнем. Извиняюсь, сегодня немножко сумбурно так получилось, но надеюсь, все будет и так. Давайте, значит, не будем сегодня читать иврит, начнем сразу с русского. Хорошо? Их сила препятствия ослабеяет, и яйца теряет мощь. И тогда свет покаяния начинает сиять на нем ярче, и святая радость Всевышнего уже одевается в сущности его души. Закрытые врата начинают открываться перед ним, и в конце концов он достигает такой высокой ступени, что все неровности сгладятся. Всякий дом наполнится, и всякая гора и холм понизятся, привязны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Два этих абзаца, этот и следующий, они говорят про более-менее те же или близкие вещи. Итак, давайте посмотрим, значит, у нас первый шаг ЧУВЫ, можно сказать, его основа. Это осознание того, что я что-то конкретное сделал неправильно, нехорошо. Достаточно ли этого? Этого, конечно, недостаточно. Но это очень серьезный и важный шаг. Потому что человек, который не осознает, что он что-то сделал, что он что-то делает неправильно, он не может сделать ЧУВУ вообще. Он очень далек от ЧУВУ. Человек, который, ему еще сложно сделать ЧУВУ, но он понимает, что он что-то делает неверно, это уже полдороги. Вот так вот скажем, да? Так, что говорит Алла? По мере того, как человек осознает свои грехи, свет покаянно начинает сиять в его душе, даже если он еще не пришел к твердому решению покаяться всем сердцем и душой, свет уже окутывает и парит над ним, начинает творить в нем новое существо. Мне кажется, похоже, идея мы уже затрагивали. В других отрывках. Осознание своих грехов само по себе продвигает меня вперед. Я могу сказать, зачем это мне нужно? Осознание, если все равно я не могу. Нет у меня сейчас сил, нет у меня возможности сделать живого по-настоящему. Чем мне это полдороги поможет? Раф конкретно объясняет, чем поможет. Это поможет тем, что божественный свет начинает уже бить над тобой. Он не в тебе, он не заходит, но он обрамляет тебя и начинается перерождение. Ты становишься новой обновленной сущностью. Для чего это полезно? Для чего это хорошо? Какая от этого польза? А такая, что мы тут вступаем на поле положительной обратной связи. У меня сейчас нет сил сделать живого полностью, как положено. Но осознание грехов само по себе продвигает меня вперед. А продвинувшись вперед, я уже это другой. И у меня уже больше сил. И вдруг теперь у меня появится сил сделать еще один маленький сужой. Тоже нет, сделать полностью к шуму. Но на еще один сужой у меня опять появится сил. Как мы уже говорили, Всевышний, он не строгий насмотрщик, который записывает в книгу все наши прегрешения и ищет, где бы нас подловить. Наоборот. Это скорее добрый отец, который ищет, как бы нам помочь, ужасно рад любого нашего продвижения в нужном направлении. Даже если мы не сделали все как положено, но мы двинулись в нужное направление, нам это засчитывается. Окей, полный ВИ мы тебя не нарисуем, но половинку мы тебе нарисуем. И эта половинка – это новые силы, это новая сущность, это новый человек. И сейчас у меня нет сил, а я не знаю, вдруг у меня будут силы, когда я буду лучшим другим человеком, когда я продвинусь. И РАФ тут, это как бы в общем, теперь. Теперь. И это все работает не просто в нормальном случае, это также работает и, что называется, в безнадежном случае, в плохом случае. Ну, безнадежных случаев у нас нет, но в почти безнадежном случае это тоже работает. Потому что раньше, дальше, РАФ говорит про более тяжелые случаи. И даже те вещи, которые препятствуют покаянию, по мере того, как человек осознает их и не закрывает на них глаза, их силы препятствия ослабевают и яд теряет мощь. О чем идет речь? Речь идет о вещах, которые препятствуют чью. Есть Мишна, которая перечисляет вещи, которые препятствуют чью. Я сейчас не помню все, но помню две из них. Одна это играться с чьевой. Человек, который говорит... Одна это играться с чьевой, сейчас я это объяснил, что это не происходит. Другая это человек, который не только недостаточно того, что он согрешен, что многих вверг в грех. Это гораздо большее прегрешение, чем личное твое какое-то, какой-то личный твой грех. И поэтому Мишна говорит, таким людям, которые так себя ведут, им препятствуют свыше сделать чью. Теперь что такое играется с чьевой? С чьевой у нас есть проблема? Опасность. Что как человек это выход, в общем-то, из греха. Человек может сказать, ага, значит грешить не так страшно, не так тяжело, не так серьезно. В крайнем случае у меня есть возможность выбраться оттуда, сделать чью. Это уже нехорошая мысль, опасная, из-за самой идеи чьевой. Чего можно сказать, а, у меня есть страховка какая-то. Ну не то, что страховка, но в любом виде могу сделать чью, и тогда все будет хорошо. Поэтому мне очень страшно, что сейчас это грешит. Это так мысль, так себе скажем. Но это гораздо хуже мысль. Человек скажет себе, а что собственно говоря? Я сейчас согрешу, потом я сделаю чью, и все будет хорошо. Это похоже на то, что сказал раньше, но это не то же самое. Первое, это что человек грешит, но не очень боится грешить, потому что понимает, что у него есть возможность сделать чью. А второе, человек, когда он совсем не боится грешить, потому что он знает, а, так я сейчас согрешу, потом я сделаю чью, и все будет хорошо. Знаете что? Я запутался сам с тобой, не будем это делить. Скажем, что это та же самая мысль, и я тут сам запутался. Человек, который говорит, что я согрешу, потом сделаю чью, он это говорит изначально. Я согрешу, потом сделаю чью, поэтому все в порядке. Со мной, про этот человек тоже мешна, приходит и говорит, знаешь что, хороший, мы тебе помешаем сделать чью. Не факт, что у тебя будет. Итак, у нас есть, и есть там еще достаточно большой список похожих вещей, когда человек ведет себя не просто плохо, а совсем плохо. И, смешно говорить, что такому человеку есть вещи, это вещи, которые препятствуют покаянию. Теперь, даже в самой Мишне препятствуют покаянию не имеется в виду, что человеку невозможно сделать чью, а имеется в виду, что человеку сложнее сделать чью. Но, Мишну можно понять так, что такому человеку невозможно сделать чью. Потому что, вот по-русски это более звучит, более однозначно. Препятствуют сделать чью, что ты не можешь делать. На иврике это звучит буквально, что тебе мешают сделать чью. Не то, что ты невозможна, а что тебе мешают. Нормальное понимание Мишны, что тебе гораздо сложнее сделать чью. Почти невозможно. Но нет такого, что невозможно было сделать чью. И Раф нам сейчас говорит про этот вот сложный случай. Человек, который согрешил из того списка грехов, за которых он наказывается тем, что и вот чью препятствуют свыше. Что с таким человеком? И Раф нам про это говорить здесь дальше. И даже те вещи, которые препятствуют покаянию, по мере того, как человек осознает их, не закрывают они их глаза, их сила препятствия ослабевает и яд теряет мощь. В тот момент, когда человек осознает, что то, что он сделал, это плохо, это очень плохо, так нельзя делать, то сила этого препятствия ослабевает. Так, этот яд, он теряет свою силу. Препятствующий покаянию вечную осознабевает. Соответственно, и тогда свет покаяний начинает сиять в нем ярче, и святая радость Всевышнего уже одевается в сущности его души, закрытые врата начинают открываться перед ним, и в конце концов он достигает такой высокой ступени, степени, что все неровности сгладятся, всякие долл на фонте, всякие отдурая холм понизятся, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. То есть, человек такой тоже сможет удостоиться от швы и сделать швы. Право говорит, не просто в нормальной ситуации, когда человек не может сделать швы сам по себе, потому что тяжело, или человек считает, что тяжело, но осознание того, что у тебя есть проблема, что так делать неправильно, она сама тебя продвигает вперед, но даже в гораздо более случае, когда мы объективно знаем, что тебе сложно, черточка, невозможно сделать шву, потому что ты сделал серьезное преступление. Осознание этих преступлений ослабевает это противодействие чуве, соответственно, есть возможность Свету Всевышнего на тебе одеваться, как здесь написано, в суть его души, и, как Раф красиво пишет, закрытые ворота начинают открываться. То есть, это понятно, что сложная задача остается сделать швы в таком состоянии и после таких грехов, но это, тем не менее, возможно. И, опять-таки, здесь есть грехи, которые препятствуют чуреку. Этот список работает в две стороны. В первой стороне, до греха, он тебя предупреждает. Хороший человек, не делай этого, потому что после этого у тебя будут серьезные проблемы, с чего ты ее не сможешь сделать. Знаешь, не суйся туда. И, соответственно, человек, испугавшись, поняв, может из-за этого списка не делать свои грехи. Мы выиграли, всем хорошо. Но у этого же списка есть обратная отрицательная сторона. Человек может впасть в отчаяние, сделав уже, совершив такие грехи, человек может решить, мне теперь нельзя сделать шву, а так это самое, я пущусь уже во всю чашку, потому что нет у меня уже никакой надежды, шву я же сделать не могу никогда и так далее. Да, и это у нас та же самая идея, она несет отрицательное впоследствии. И приходит на прав и говорит, положительная идея, это хорошо. До греха действительно бойся и пугайся того, что потом тебе будет действительно гораздо сложнее сделать шву, и давай, ты реши сам собой, что ты грехов делать не будешь. Но после того, как ты это сделал, да, давай не будем отчаиваться. Да, открыть сейчас эти ворота гораздо сложнее, но тем не менее можно. Это очень важный посыл вообще, и посыл Рава в частности. Нет ворот, которые открыть нельзя. Раз, и два. Любое продвижение вперед, в любом состоянии, это положительно. И даже если ты не можешь продвинуться вперед полностью на то, что от тебя требуется, продвинься на то, что ты можешь. Потому что с помощью этого ты становишься новым человеком, а тебе будут силы и возможности этого нового человека, ты еще не знаешь. И вдруг я сам Всевышний приду, по-моему, видя твои старания. Следующий отрывок у нас будет про то же самое. Про человека, который не про нас будет сказано. Споткнулся о грехи, которые препятствуют чуде. Но давайте пока освоимся, как мы это делаем всегда, здесь. И скажите мне, что и как, какое ощущение у вас вызывает наш отрывок, какие-либо мысли, чувства. Пожалуйста. Кто-то хочет это сказать? Наталья, мне кажется, говорите. У меня буквально коротко. В принципе, все абсолютно стройно и логично. На чего надейся, но сам не плашай, как говорится. Не стоит слишком надеяться на то, что всегда... То есть и одновременно мысль, что да, есть возможность исправить, но и в то же время такое ограничение, то, что вот слишком на возможность исправления надеяться не стоит. У меня все. Ну, это вообще мысль. То есть не стоит до греха, а после стоит уйма. А, как раз. Окей. Натан, я хотела сказать, что Раф, он периодически людей подбодряет в течение своей книги. То есть когда идет что-то тяжелое такое, нагружающее, он потом снова воодушевляет человек. Не надо, не надо. Никогда не отчаивайтесь. И вот эти вот вещи, то есть отсутствие, не нужно никогда отчаиваться. И всегда, лишь бы было, так сказать, благое намерение, лишь бы было желание, и все получится. Я вот так это восприняла, как еще одно приободрение. Все получится, не переживайте. Именно так. Теперь у нас сегодня просто, у меня сегодня зум мой, и он ограничен на 40 минут. И он мне сейчас выкатил предупреждение, что осталось 10. Я хочу быстро, с вашего поздравления, успеть следующий отрывок, потому что он мне кажется важным, и он очень плотно связан с предыдущим. Давайте продолжим, и потом, я надеюсь, у нас останется пару минут на завершение. И единственное, что это самое, окончание ему рабочереста, без предупреждения, что называется. Когда человек раскаялся, но не оставляет свое раскаяние, хотя у него есть вещи, мешающие покаянию, которые, как ему кажется, мешают вернуться к ним. И тем не менее держится за идею покаяния. В конце концов, он также раскаивается и в этих вещах, мешающих покаяния. И тогда свет покаяния, исходящий из тесноты, из великих препятствий, будет действовать с великой силой и мощью. И это будет один из избранных видов покаяния, пробивающих ходы, чтобы принять покаяние тех, кто не достоин быть принятым, как Минасе и его товарищи, на ивритет Минаше, цар Минаше. И как в месте, где стоят кающиеся, праведники не могут устоять, так и там, где стоят эти кающиеся, хотя у них есть то, что мешает покаянию, простые кающиеся не могут устоять. Поэтому, что по отношению... Потому что по отношению к этим кающимся, у которых есть умещающее покаяние, они как праведники по отношению к простым кающимся. И как это правило действует в покаянии, так оно действует и в молитве. Есть вещи, которые мешают молитве. Если человеку кажется, что все эти вещи у него есть, но тем не менее он крепко держится за основу молитвы, призывает Господа во всякое время, в конце концов, все мешающее отпадет от него. И тогда свет молитвы, исходящий из препятствий, пойдет проторенными путями с великой силой, с мощью свыше, пролагая дорогу множества отвернутых молитв его самого и всего мира. И исполнится именно. Из тесноты возвал я Господа и услышал меня и на просторе поставил. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Царь Минаше очень серьезно грешил, а после этого сделал, как бы это сказать, помягче, пшиву на скорую руку, нагловатую такую пшиву, которую не было места принимать, нельзя было принять. Медраж говорит, что Всевышний прорыл подкоп под престолом своей славы, чтобы принять пшиву царя Минаше. Равкук нам говорит, кто рыл этот подкоп. Люди, у которых есть препятствия, сделают чугу, но тем не менее они ее сделали, не только себе они помогают, они помогают всему миру очень сильно. Так же, как мы говорим, что на месте, где праведники, полные праведники, которые никогда не грешили, не могут устоять или стоять, там могут стоять покающиеся грешники, люди, которые сделали чугу. Есть у этой пирамиды еще один этаж, еще на этаж выше стоят те, у которых есть вещи, которые мешают им делать чугу. Насколько я помню из иврита, речь идет все-таки про тех, у которых есть, которые сделали серьезные преступления, которым препятствуют сделать чугу. Это объективные вещи, мне кажется, не субъективные. И если они таки, да, умудряются сделать чугу, они помогают так же всему миру. Они прокапывают этот самый подкоп под престолом Всевышнего, чтобы принять чугу, которую они следуют принять, чтобы принять чугу людей, которые не серьезные чугу, а слабые чугу и так далее. То есть они помогают не только себе, они помогают все умею. И та же идея работает в молитве. Человек, который умудряется молиться, несмотря на то, что у него есть сильно отвлекающие проделы вещи, не знаю, серьезное, душевное какое-то плохое состояние, материальное плохое состояние, какие-то отвлекающие факторы, еще что-нибудь, тем не менее, он хватается за молитву и в любой момент обращается к Всевышнему и молится. Это помогает не только ему, что ему будут Всевышний гораздо больше и ближе будет ему и будет отвечать на его молитвы, но также это поможет всем недомолитвам, которым не стоило бы подняться к престолу Всевышнего, а их стоило бы отсеять до того, потому что это так и так. Не молитва, а так. Непонятно, что сбоку бантия. Он поднимает эти молитвы не только свою, но и также людей всего мира. Чем сложнее, тем больше твое влияние и тем больше ты блага, если ты идешь по этому пути, приносишь не только себе, но и всему миру. И в чуве, и в молитве. Опять, как сказала тут правильно Виктория, раз нас подбодряет. Правда, что у тебя есть в руках, не дай Бог, вещи, которые препятствуют чуве, но ты можешь делать чуве. А если ты ее сделаешь, по сравнению с великими праведниками, с полными праведниками, то ты сделаешь чуву, он уже гораздо выше, а ты по сравнению с ними, как сделать еще настолько же выше. Да, грава у нас очень, очень оптичен. Вот. В общем-то, я закончил. Если кто-то хочет еще добавить пару слов, я не знаю, сколько зум нам оставил времени, то пожалуйста. Хорошо. Я с вами согласен. Мне приятно быть прерванным на полу слове зума, давайте мы сами закончим наш урок. Огромное всем спасибо, извиняюсь за опоздание и с Божьей помощью встретимся в следующий раз через две недели. Всем до свидания и победы всем тех праведных воинов, которые они ведут. Добрый вечер. Амен, амен. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Всего хорошего.